Рождество В нашей прогулке я говорила, что было так много хорошо одетых людей, что я не успевала всех снимать И наверняка вы видите на замедленных кадрах, что я снимаю одного классного стритстайлера, а в кадр попадает другой Действительно, люди принарядились, это является отличительной чертой итальянской жизни Люди очень любят гулять и люди наряжаются для прогулки, для того, чтобы по большому счету бесцельно пройти по кругу Очень часто я встречаю людей, которых, допустим, не успела заснять, не успела рассмотреть Я встречаю их, что называется, на обратном пути Если раньше я очень переживала, что кто-то не попал в кадр, я не успела То теперь я совершенно точно знаю, что я встречу гуляющих людей, просто если даже останусь на месте Ну что ж, сегодня будет снова праздничный стритстайл Люди одеты очень хорошо, но в целом люди так одеты и в любое воскресенье Потому что воскресенье это тоже время прогулок, время семейных прогулок Это также время посещения церкви Итальянцы всегда посещают церковь с утра в воскресенье Уже очень многие зрительницы обратили внимание на то, как классно смотрится белое пальто И вообще полностью белый ансамбль И именно зимой, именно в холодную погоду Знаю, что не для всех зим, не на всех широтах России такие аутфиты подходят Но возьмите на заметку, возможно для уже прохладной осени, либо для еще прохладной весны И сегодня чуть дальше я обращу внимание на огромное количество вот таких светлых, светлых аутфитов В бежевых тонах, в тонах прямо-таки топленого молока Еще очень часто эти тона называют цветами яичной скорлупы Ну я думаю, что вы представляете, о чем идет речь Но хочу от себя заметить, что если вы выбираете так называемый теплый подтон для вашего аутфита Используйте, пожалуйста, коричневые аксессуары в любых вариациях коричневого От карамельного до насыщенного черного горького шоколада Если же выбираете вы холодные оттенки белого, бежевого и все вариации на тему Обратите внимание, что такие аутфиты хорошо смотрятся именно с черными аксессуарами С черной одеждой, с черной обувью, с черными сумками и с черными перчатками Вот девушка пошла, и это был пример как раз-таки холодного ансамбля Ансамбля составленного в холодных оттенках Ансамбля составленного в холодных оттенках Уже не в первый раз я встречаю полюбившуюся многим и знакомую многим модель сумки Дзанелату На самом обычном рынке вот этот развал И именно здесь подбешены эти сумки Как вы видите, хорошо одеты итальянки Зачастую действительно что-то выбирают, что-то покупают на подобных развалах Не стесняйтесь и вы, если попадете на такие итальянские рождественские рынки Либо просто на рынок, который, как правило, часто не спрашивают, когда он проходит Он проходит, как правило, один раз в неделю На площади, торговой площади нужно будет просто спросить у местных жителей Либо на рецепции вашего отеля, где этот рынок и когда проходит Ну что ж, анонсированные в прошлом видео и не вставленные в прошлое видео Образы ансамбля в розовых цветах Я замечаю огромное количество вот такого нежного розового А также вот такого розового насыщенного Но розовый насыщенный я уже показывала вам Мы уже видели, прежде всего, вот в таких пальто А-ля Тедди Просто, наверное, потому что Максмара в этом году Предложила такой цвет именно в пальто Тедди И, возможно, очень многие производители решили процитировать эту тему Но вот такой нежно-нежно-розовый Который зачастую кажется прямо таким блеклым, грязным, белым Очень и очень популярен Я вижу его в огромном количестве на улице И практически не встречаю его, кстати, на витринах Хочу обратить внимание снова на шубу Очень много вызвало комментариев Тот простой факт, что итальянки носят шубы Почему-то у зрительниц было впечатление, что итальянки не носят шубы А если и носят, очень многие прямо-таки спорили со мной в комментариях То это, скажем так, сеньоры, которым слегка за То есть это сеньоры элегантного возраста Нет, нет, еще раз нет Все носят шубы, все любят шубы Единственное, что шуба, конечно же, это вещь, которая не всем по карману Поэтому шуб достаточно мало Но в целом мы видим огромное количество шуб Посмотрите, снова жилет надетый на кожаную куртку Очень хорошая идея Я уже много раз показывала, как можно носить действительно жилет Либо куртку с рукавом три четверти под шубу И, соответственно, шубу классическую можно носить привычным способом Повторюсь, бежевых аутфитов очень и очень много Я встречаю их, и мы увидим еще чуть дальше Возможно, на третьей части этого предстайла Увидим, что не только модницы, но и модники любого возраста выбирают этот красивый цвет Я называю его цвет льда Это, безусловно, холодный, холодный белый, но не чистый белый, как мы видим Цвет льда, наверное, лучшая характеристика для такого цвета Его выбирают не только модницы, но и модники Здесь, в Италии, это очень и очень хорошо видно И посмотрите, как действительно выделяются подобные ансамбли Подобные ансамбли среди всех других хорошо одетых людей Действительно, эти люди выделяются и кажутся особенно хорошо одетыми На втором месте по популярности, безусловно, Total бежевые ансамбли Их очень и очень много, смотрятся они очень благородно А вот это пример для меня 100% стритстайлерства Мне вот так очень нравится, когда одеваются люди, когда одеваются итальянки Да и не только итальянки Но могу сказать, что у меня, наверное, не хватило бы смелости надеть шляпу Вот с таким выраженным и характерным пальто Опять же, парень, я думаю, что представитель Один из лучших представителей стритстайлерства здесь и сейчас На самом деле, очень много классно одетых людей В разных стилистиках мы можем встретить ансамбли и компоновки Как более классические, так и более смелые Что называется, на других нравится Но сама пока носить не готова На этом я с вами прощаюсь, дорогие зрители Увидимся очень скоро Да, я уже знаю, что все кусочки, которые я отсняла Не поместились в это видео Поэтому будет третья, а возможно и четвертая часть рождественского стритстайла Желаю всем хорошего настроения Желаю всем покоя, душевного покоя И радости, радости Кстати, сеньоры увидели, что упал ботиночек у ребенка И побежали потом за коляской Всем хорошего дня, всем хорошего настроения Увидимся очень скоро, услышимся очень скоро Это была Яна Скворцова Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok